32 километра тоннелей, глубиной залегания до 45 метров, объединяющие между собой огромную сеть немецких бункеров. Всем привет! С вами Мшар. Я нахожусь в Западной Польше, и сегодня мы посетим с вами интереснейшее место. Центральный укрепрайон линии Ордер-Варда, в народе называемый лагерем дождевого червя. Итак, оставайтесь, это будет очень интересное видео, насыщенное различными военными, техническими, инженерными решениями немцев времен 30-х и 40-х годов. Погнали! Итак, сегодня я начну цикл видео о месте, масштабность которого я могу сравнить только с недостроенным кольцом УНК в Протвино. А уж его историческая составляющая оставляет недостроенный коллайдер далеко позади. Если коротко, то лагерь дождевого червя является частью фортификационных сооружений для защиты Германии от нападения с востока. Для удержания аудитории я, по идее, должен переключиться на мегадинамичный монтаж, вещание с многометровой глубины и восторженно испуганных ахов. Но я останусь верным себе и для начала расскажу об истории этого места более подробно. Конец Первой мировой войны для Германии оказался весьма печальным. Разгром и поражение. Но не это было самым страшным. Версальский договор. Унизительный для Германии документ, по которому она лишалась всех своих колоний. Обязана была выплачивать огромные репарации. Численность ее армии и вооружений жестко ограничивались. Плюс был запрет на многие виды современного на тот момент вооружения. Часть территории Германии отошли к другим странам. Часть были объявлены демилитаризованной зоной, где было запрещено нахождение войск Германии, строительство защитных сооружений и прочая деятельность. Добавляем к этому неустойчивую политическую ситуацию внутри страны и получаем полный швах. Кстати, по репарациям. Последний транш в 70 миллионов евро Германия перевела Великобритании аж в 2010 году. Целых 90 лет выплачивала. Что же мы имеем? С одной стороны, мощная Польша, которая на тот момент неплохо поднялась, имела сильную армию и весьма успешно воевала с молодым советским государством, заодно не забывая претендовать на свои старые территории. С другой стороны, Франция и Бельгия также не несли спокойствия. Руководство Германии, понимая, что страна слаба, и завоевать ее, как два бита нынче отослать, начинает окопываться. Строить линии обороны для защиты наиболее уязвимых участков своей границы. Связанное ограничениями Версальского договора, находящееся под неусыпным контролем союзной военной комиссии, отслеживающей выполнение его условий, Германия не могла себе позволить строительство чего-либо серьезного. Были подстроены лишь немногочисленные укрепсооружения. Но немцы не сидели сложа руки. К 30-м годам военными инженерами на границах страны были проведены разведочно-изыскательные работы и составлены проекты строительства укреплений. К этому моменту Германия окрепла в экономическом плане, а главное, выбрала путь развития в сторону национал-социализма. Она начала открыто нарушать условия Кабального-Версальского договора, усиленно наращивая вооружение, и начав строить давно запланированные укрепления. Идущие цепочкой, они должны были стать непреодолимой преградой для противника, который решит пойти в наступление. Эти цепочки называются линиями, а вкупе линии в обиходе зовут валами. Наверняка вы слышали такие названия, как Атлантический вал, Западный вал, Восточный вал. Мое видео будет посвящено одному из участков Восточного вала, построенного на границе с Польшей. Давайте обратимся к карте. Современная граница Польши и Германии отличается от довоенной. В 30-е ее западная часть пролегала восточней. Часть границы шла вдоль реки Одер. Реки сами по себе являются отличным средством сдерживания наступающего противника, так как банально, танки по дну не проедут. Нужно строить мосты, закрепляться на противоположном берегу, и все это под обстрелом обороняющей со стороны. Это сложно. Поэтому, построив некоторое количество укрепсооружений, немцы могли быть спокойны. Но реки не текут бесконечно в нужном направлении. Так и здесь. Река Одер течет с юга и поворачивает на запад. Варта же течет с востока в сторону Одера. А местность между этими реками является слабым местом, где логично, что пойдет наступление. По-немецки эта местность зовется как ОВБ. Одер-Варта-Боген. Излученная река Одер-Варта. Центральный сектор линии ОВБ, именуемый как Хохвальд, был наиболее слаб. Именно там сумрачный немецкий гений решил закопать 600 миллионов рейхсмарок, соединив строящиеся доты тоннельной системой, соорудив, по сути, целый подземный город. У нас он известен как Мезеритский укрепрайон. В Польше же его зовут МРУ. Название лагерь дождевого червя обывательское. По непроверенным данным, оно происходит от немецкого Regenwurm-лагерь, по названию протекающей там речки Regenwurm. Как видите, излучена между реками довольно протяженная, и немцы не успели к войне полностью построить тоннельную систему. Некоторая полезная информация из книги «Фортификация Второй мировой войны», 1939-1945 год, Третий рейх. Значительная часть линии ОВБ в действительности так и не была построена, оставшись лишь на бумаге. Тем не менее, работы, которые превратили ее в крупную оборонительную линию, начались в 1935 году со строительства 25 бетонированных позиций класса прочности B, B1 и C, часть которых имела бронированные компоненты. Строительство было запланировано на 7 лет, но увеличившаяся угроза с Запада заставила немцев сократить масштабы стройки и перенести основные силы на Запад. Также этому способствовало подписание в 1934 году пакта Пилсудского Гитлера о неприменении силы между Германией и Польшей, а также эскалация напряженности в Чехословакии, где Польша хотела заиметь свой кусок, а, следовательно, мир с Германией ей был выгоден. Вдобавок, то, что Гитлер увидел во время своего внезапного визита на Восточный вал во вторник 30 июня 1938 года, привело его в ярость. Особенно он был разъярен после своей инспекции сектора Хохвальде укрепрайона ОВБ, когда пришел к выводу, что массивный туннельный комплекс сможет служить лишь ловушкой для тысяч солдат, если уязвимые входы будут разнесены тяжелыми 305-мм гаубицами и орудиями более крупного калибра. Кроме того, большие БВРки обслуживались туннелями из огромных блоков, которые имели лишь легкое пехотное вооружение, что, по его мнению, не оправдывало наличие больших гарнизонов. Фюрер высказал мнение, что миллионы рейхсмарок и огромные экономические ресурсы были впустую потрачены на эти позиции. Он принял решение взять под личный контроль строительство укреплений и выпустил по этому поводу распоряжение. Поразительно, но недовольство Гитлера не привело к окончанию работ на Восточном валу. Наоборот, позиции, находившиеся в процессе строительства, должны были быть завершены. И еще. До 1 октября 1938 года западный вал должен был быть сильно укреплен. В июне 1938 года Гитлер резко закратил объемы работ на Восточном валу, отметив в директиве от 1 июля, что эти укрепления уже выполнили свою основную задачу. Давайте разберем, что было построено по факту. Перед вами схема тоннельной системы. Как я уже сказал, она охватывает центральный сектор ОВБ. На схеме видны как построенные тоннели, так и заделы, которые не успели осуществить. Протяженность по прямой между крайними точками построенной системы примерно 8 километров. Вкупе с ответвлениями протяженность тоннелей составляет более 30 километров. Цифрами на схеме обозначены бункеры. Это так называемые панцерверка. Бронированные оборонительные сооружения. Или упрощенно по-нашему доты. У немцев существовала своя классификация дотов. Основное отличие заключалось в толщине бетонных стен. Обозначалось оно буквами А, Б, С, Д. Наиболее мощные оборонительные сооружения так и назывались. Аверке, Бверке. Наиболее распространенные здесь Бверке имели толщину бетона 2 метра. Считалось, что существующая польская артиллерия не пробьет бетон такой толщины. Но предполагалось строительство и крепостей типа А с толщиной стен в 3,5 метра. Каждая такая крепость была законченным фортификационным сооружением. Она имела все необходимое вооружение и техобеспечение для автономного существования. У меня в руках интересная польская брошюра, которая повествует о том, как устроен дот типа Б, Бверка. В принципе, по этой брошюре можно снять отдельное видео, но я, опуская многие моменты, расскажу вам главное. Вот так вот дот типа Б выглядит, ну, скажем так, сверху и сбоку. Видно, что сверху находятся вот такие вот кругляшки, которые и являются бронеколпаками. В них находится вооружение. В каждом бронеколпаке, помеченном буквой А, находятся два пулемета МГ-34. Бронеколпак типа Б наблюдательный. Через него наблюдали за тем, что происходит вокруг. Маленький колпачок, находящийся правее, это вентиляционный колпачок бронеколпак. А вот эти два даже бронеколпаками не назовешь, но в одном из них, конкретно здесь, располагался миномет, который стрелял 50-мм минами, и огнемет, форсунка которого распыляла жидкий огонь на 360 градусов. Главный вход тоже не оставлен незащищенным, и его прикрывает пулемет МГ-08, который, как видите, простреливает полностью эту стенку. Не подберешься. Интересный момент, касаемый аварийных выходов. Аварийные выходы располагаются по бокам от ДОТа и представляют из себя шахту, засыпанную песком. То есть для того, чтобы выбраться, нужно открыть бронедверь и лопатой откопать этот песок, и после этого только становится доступна эта шахта. Своеобразное решение, но с другой стороны, сверху никто не подлезет. Брошюра интересна также тем, что она рассказывает абсолютно обо всех отверстиях, нишах, расположенных у главного входа. На этом не зацикливаемся. Здесь всякие разные вентиляционные отверстия, телефонные и так далее. ДОТ двухуровневый. На первом этаже находятся помещения личного состава, склады артиллерии, склады вооружений и, соответственно, выходы к непосредственно самим бронеколпакам. В брошюре, конечно, приведены очень интересные, красивые иллюстрации, а также старые фотки того, что выглядело ранее. На одной из страниц показано то, что находится внутри одного из бронеколпаков. У меня есть прям целый плакат. Здесь видно лестницу, по которой поднимался личный состав. Также виднеется система вентиляции, удаления воздуха, так как здесь, естественно, образовывались пороховые газы, их нужно было удалять. В общем, такая вот интересная картинка, которая показывает всю мощь того, что туда в бетон впечатывали. Это непосредственно, конечно, сам бетон, это сам бронеколпак. На втором подземном этаже располагалось техобеспечение бункера. Фильтры вентиляции, баки с водой, ну и все, как обычно, я уже не раз об этом говорил. Так как мы рассматриваем бункер, соединенный с тоннельной частью центрального сектора, то, соответственно, здесь виднеется комнатка, где находилась шахта. Соответственно, там был лифт грузовой и была лестница. На этой картинке в разрезе хорошо показано, как устроен БВРТИС и его соединение с тоннельной системой. Соответственно, два этажа, о которых мы уже говорили, и шахта, уходящая вниз, с бетонной лестницей и с грузовым лифтом. Дальше идет уже соединение с непосредственно тоннельной системой. И вот такие вот выработки были рядом с конкретно описываемым здесь бункером. Но одно дело смотреть на эти картинки, а другое дело побывать непосредственно там. Как видите, очень мощно. И таких БВРТИС было построено не один десяток. Работы над сетью туннелей велись в большой секретности. Старые угольные шахты в этом районе были подсоединены к новым галереям, создав примерно 32,5 километра подземных укреплений, которые, прежде чем экскаваторные работы были остановлены в 1938 году, ушли под землю на глубину от 20 до 40 метров. Вход в этот обширный туннельный комплекс располагался примерно в 2 километрах от основной линии. Главная галерея, имевшая железнодорожную систему, расходилась ветками на множество вторичных галерей, ведущих складом боеприпасов, казармом, машинным залом и соединением с другими укрепленными узлами. Возвращаемся к нашей схеме. Крепости объединялись в узлы обороны – в Р-группе. Каждый узел имел свое название. Подходные тоннели от крепостей выведены в главный тоннель. Во всей системе должна была проходить узкоколейка, соединяющая в Р-ке, по которой курсировали аккумуляторные электровозы с мини-составами. Были даже свои вокзалы, где составы могли разъехаться, а электровозы при надобности зарядиться от стационарных зарядных пунктов. Под землей располагались и дизеля, и казармы, госпиталь и прочая инфраструктура. Это без преувеличения был целый город, рассчитанный на несколько тысяч человек. А что же объект? Смог ли он защитить Германию? Правда, уже не от польской экспансии, а от наступления Красной Армии. Май 45-го показал, что нет. Когда в 43-м году немцам стало понятно, что война с Советским Союзом складывается не в их пользу, они приступили к достройке лагеря дождевого червя. Но было уже поздно. Во-первых, Красная Армия наступала очень стремительно. Во-вторых, банально не хватало рабочих рук. В январе 45-го года Красная Армия подошла к передовым укреплениям немцев на Восточном Балу. Дальше развернулась драма. Ну, конечно, про драму это я немножечко загнул, но, тем не менее, события, происходившие здесь в далеком 45-м году, были очень даже интересными. Перед вами находится карта, на которой показано передвижение советских танковых группировок в описываемом мной районе. Непосредственно сам лагерь дождевого червя, или Мизеритский укрепрайон, находится вот здесь вот, где я обвожу ручкой. В ночь с 29 на 30 января 45-го года передовые части Красной Армии в рамках тогда проводимой Висло-Одерской операции подступили к укреплениям Мизеритского района. 44-я гвардейская танковая бригада, воспользовавшись тем, что немцы не успели поставить заграждение на дороге, сходу прошла сквозь линию обороны, оказавшись в ТУ у противника. Это произошло как раз вот здесь, вот по этой дороге, где я веду, в районе узла обороны Шарнхорст. Если говорить по номерам дотов, то здесь располагаются 716 и 717 доты. На сегодняшний день здесь находится музей, и при подъезде к музею можно увидеть 34-ку. Это как раз в память о тех событиях, разворачивавшихся их тогда, потому что это были первые танки, которые прошли сквозь оборону немцев. 44-я гвардейская танковая бригада проехала довольно-таки далеко, и, остановившись, закрепилась и приступила к обороне. Следовавшая за ней 45-я танковая бригада уткнулась в хоть уже и не оперативно, но тем не менее поставленные заграждения. Они из себя представляли металлические балки, вставленные в специальные пазы. Помимо этого, опечаленные немцы, поняв, что Россиюшка стоит на породе, начали плеваться свинцовыми бяками, всячески выражаясь в несогласие по поводу происходящего. В некоторых документальных фильмах, посвященных вислоудерской операции, говорится, что часть дотов оборонялась фольксштурмом, то есть стариками и подростками, набранными из числа местных жителей, которым нафиг воевать не сдалось. Но по факту это было лишь частично. Часть дотов оборонялась опытными немецкими войсками в лице 4-й дивизии СС, 67-го сводного батальона, 479-го отдельного батальона охраны города Берлин и других соединений. Поэтому прорыв разных участков укрепрайона шел по-разному. 31 января бои продолжились. 44-я танковая бригада, находясь в столу противника, держала оборону и вела бои с разрозненными группами немцев. Остальным танкистам так не повезло. На рассвете 1 февраля к северу укрепрайона, примерно в зоне расположения 733-839 дотов, прибыли пехотные части 370-й стрелковой дивизии, входящие в 61-й стрелковый корпус. Были созданы штурмовые саперные группы и совместно с частями 40-го танкового батальона, преодолевая упорное сопротивление противника, они вгрызались в его оборону. Часть дотов была подорвана штурмовыми группами. По дотам били прямой наводкой, блокируя их и парализуя огневую связь между ними. К исходу дня оборона была прорвана и войска продвинулись к городу Темпель. На юге укрепрайона, части 134-й стрелковой дивизии, обойдя укрепление и гоня отступающих немцев, вышла в тылу противнику. Встретив там ожесточенное сопротивление, 515-й полк, проделав в проволочных заграждениях проходы, подобрался к дотам и взорвал пару штук. Также был захвачен в плен один из немецких солдатов, давший ценные сведения об устройстве укрепрайона. Все это вкупе с личным мужеством солдат позволило развить успех в наступлении с юга укрепрайона. Таким образом, укрепрайон был с двух флангов окружен. Наступление продолжилось дальше. На 41-й стрелковой дивизию была возложена задача по уничтожению гарнизонов, оставшихся в дотах. После долговременной блокады огнем, гарнизоны всех дотов капитулировали. Такая вот история. Строили немцы, строили годами. А пришли советские солдаты и за трое суток взломали неприступную, казалось бы, оборону немцев. На сегодняшний день ЛДЧ состоит из заброшенной и музейной части. Музеев два. Это укрепленный узел Шарнхорст, самый достроенный и сохранившийся из всех узлов, и петля Барышенска, недостроенная крепость типа А, с подземным заводом, казармами и складами. Участок от северной точки до границы с музеем и между музеями заброшены. Но не все так просто с посещением заброшенной части. Многие верки доступны для самостоятельного осмотра, но шахты не оборудованы лестницами. Или наоборот. Лестница в шахте есть, но вход закрыт мощной решеткой. Длительное время можно было цивильно залезть через 724-й ДОТ и спуститься по лестнице. Но в 2016 году, побывав там во второй раз, я увидел, что он основательно запилен. Впрочем, имея снаряжение и умея им пользоваться, я не особо комплексовал по этому поводу. И немного от себя. Как правило, на обычных объектах все довольно просто. Приехал, поздоровался, отснялся, попрощался. Здесь объект очень грандиозный. Так просто отсняться уже не получится. К тому же у нас было всего два дня на все про все. Поэтому, приехав к одному из ДОТ, мы переночевали. На следующий день начали искать, где можно спуститься, где можно подняться. Сходили в один из музеев. В ночь изучили заброшенную часть объекта. Поспали. Съездили во второй музей. Предварительно были совершены, сделаны некоторые съемки для того, чтобы включить их в состав будущего видео. Мало ли мы бы не добрались до этих объектов через заброшенную часть. В общем, скомпилировать это все в одно видео было довольно-таки геморройно. Но я надеюсь, что выйдет более-менее понятно и вам понравится. Пол пятого утра, наконец-то, я заканчиваю эти съемки. И я хочу сказать еще две важные вещи. Первое. Хочу выразить огромную благодарность моему приятелю, который внес неоценимый вклад в создание этого ролика, давая ценные исторические сведения, а также корректируя мои неточности. Рум, огромное тебе спасибо от моего лица, от меня и от лица моих зрителей и подписчиков, которые ценят мой труд и которым интересна та информация, которую я выдаю в своих роликах. И второе. Это касается безопасности. Если кто-нибудь из вас заинтересуется этим объектом и решит поехать его изучить, будьте внимательны и осторожны. Реально можно убиться. Есть конкретно три случая, когда люди срывались и падали в шахты, так как были слабые фонари, была какая-то невнимательность и так далее. Поэтому, ребята, не забывайте, что доты дотами, но всегда можно куда-то зацепиться, где-то провалиться, куда-то очень хорошо упасть. Шахты, может быть, и не сильно дико глубокие, но чтобы разбиться насмерть, вам хватит. Поэтому я надеюсь, что обойдется без печальных случаев и изучение этого объекта принесет вам такое же удовольствие, как и мне. Мы начинаем путешествие по лагере дождевого червя. Приятного вам просмотра. Погнали! Мы сегодня весь день колесим по объекту, делаем рекоменцировку, и на данный момент у нас готов такой план. Мы узнали, что один из стволов, в принципе, в довольно-таки открытом доступе, и в него можно спуститься, не имея какого-либо оборудования. Но на тот момент, когда я собирался ехать отсюда еще в Питере, я знал, что есть только один открытый ствол, в который нужно спускаться с веревками. Веревки взяты с собой. Отказываться от варианта немножечко прокатиться на вере вниз не хочется. Поэтому план такой. Я сейчас лезу в ствол, лезу вниз, спускаюсь, привязываю свою обвязку. Все это дело поднимается. Товарищ Дима, который со мной, он, соответственно, все забирает, хватает тачку и едет в место, куда я подойду. Соответственно, я иду по низу, он едет на машине, оставляет ее и спускается вниз. Там мы внизу с ним и встретимся. Ну, а для начала, для того, чтобы попасть к стволу, к которому я буду спускаться, чтобы не идти по лесу, мы, естественно, хотим подъехать на машине. Погода дренная, и идти по мокрому лесу, но нет никакого удовольствия. Въезд в лес закрыт шлагбаумом. Сейчас мы этот шлагбаум попробуем открыть. Короче, ребят, суть какова. Есть шлагбаум, который закрыт. Его нужно открыть. мешается ему повернуться. Вот это вот, тут такая металлическая ось. Я так понимаю, что там, с той стороны, там есть трехгранник. За этот трехгранник вставляется кургель, вращается, и эта ось ввинчивается внутрь, соответственно, освобождая шлагбаум. У нас трехгранника нету, но есть газовый ключ. Сейчас попробуем им справиться. Ой, если только он подлезет. Он не подлезает. Он очень глубоко находится. Но мы не лыком шиты, господа. Не мытьем, так катанем. Мы отвернем эту ботву и проедем туда на машине. Потом мы ее обратно, естественно, завернем. Работай, Димон, работай. Путь открыт. Ну что, дорогие товарищи, что-то болтается у меня между ног. Это называется Петцелевский стоп, который мне поможет спуститься вместе с этой веревочкой на дно ствола бункера номер 739. Сейчас мы отправляемся к нему. Айда. Панцерверка номер 739. Главный вход, в который и смысла идти нету, потому что там будет небольшая печалька. Какая? Ну сейчас я вам покажу. Печалька называется вот такая вот глубокая яма, которая мешает пройти дальше внутрь. Но радость заключается в том, что бункер немножечко подвзорван был нашими войсками. И поэтому можно обойти сбоку и попасть более нормальным путем. Ну а вот и вход. Сейчас нам нужно найти ствол. В принципе, сделать это не проблема, потому что мы здесь уже были. И для нас это не секрет. Главное, что мы знаем, что он есть. А вот и ствол. Вот туда вот вниз. Я сейчас буду спускаться. Какая влажность-то, однако. Я готов к спуску. Единственное, я себя готов прибить. Все спелеологи меня сейчас, наверное, просто съедят с фекалиями. Блин, ну да, забыл. Думал, что по пути куплю. По пути забыл. Сегодня думал, что куплю, пока ехал в магазин. Вот эти забыл. Короче, без перчаток. Это, блин, пипец грубейшее нарушение техники безопасности. Для тех, кто не в теме, объясняю, если веревка просто очень быстро через вас пройдет, она просто пожжет вам будет так, что, блин, мало не покажется. Вот. Схватиться за скользящую веревку это, как бы, абсолютно неверное решение. Буду аккуратно контролить веревку рукой. Она будет идти не торопясь. И если, как бы, никаких нештатных ситуаций не случится, то все будет нормально. Навязан у нас узлов, все застраховано. Здесь еще дополнительные страховки есть. Ну, в общем, даже если что-то где-то и сорвет, да, я, конечно, немножко пролечу. Может быть, кирпич отложу наверняка. Но, как бы, ничего не должно случиться серьезного. Так что, погнали! Теперь возникает мысль, зачем на это подписался, когда есть нажальная лестница, к которой можно спуститься. Так, ладно. С жопой в кадр. С жопой в кадр, да. С жопой в кадр, да. Работает? Все, до встречи. Внизу моя камера. Здесь арматура торчит, что не делает мою жизнь проще. Кстати, по ней можно спускаться. И забираться. Как вариант. Ладно, на ней не нашлихнулся. Так, что-то хотел сказать. Вот. Свобоумение и отвага. Лайк за это. Сейчас я обвязку сниму. Хорошо тут, слышимость хорошая. Просто замечательная. Все, можешь поднимать. А это мой рюкзак, который сам по себе спускается вниз. Ему хорошо, ему норм. Ну что, господа, я внизу. Сверху отвязывается веревка. Дима доволен. Завязались хорошо. Нигде она не натянула наши контрольные точки. Сама себе связала в несколько, когда мы ее перебрасывали вокруг балки в несколько петель. Итак, я нахожусь в самой северной точке лагеря дождевого червя, как его называют. В самой дальней точке, которую прокопали немцы на тот момент. Здесь сделан, ну, конечно, мусор. Сюда видно, что часто сползают либо доходят. Я вообще не знаю, наверное, сползают. Для того, чтобы немножко потусить, вон там лежат такие из полиэтилена сделанные спальные места, сделанные. Потом сюда, видимо, укладывается спенка, чтобы ее не запачкать. И здесь можно качественно поспать. В общем, местные сьяны. Местные польские сьяны. Но нам впереди предстоит путь где-то километра 4 до встречи с Димой, который приедет на машине к другому стволу и спустится по лестнице. И дальше мы с ним пойдем еще прогуляемся, посмотрим. Естественно, тоннель сам по себе довольно-таки однотипный. То есть, ну, прям вот что-то идти новое рассказывать не получится. Поэтому я буду идти, ориентироваться по карте и обозначать для вас какие-то новые места, которые вижу по ней. Ну, а сейчас мне предстоит вибраться с одной рукой с камерой в одной руке и софитом в другой руке. на другую часть через этот подзатопленный ствол. Ну, вот здесь все довольно-таки кондоменько лежит. Поэтому, оп, я уже оказался здесь. Главное, чтобы не было затоплено, потому как там, вдали, слышно журчание воды. Все, Димон, до встречи. Я наоборот, в основном стволе. Давай, в основном стволе 824. Ага. Все, контрольное время определено. В 0.10 по московскому времени, в 23.10 по местному, заведен будильник, я отправляюсь в путь. Тоннель большого сечения, с которого я пришел, переходит тоннель маленького сечения. И здесь интенсивно течет река. Куда она течет, я даже, честно говоря, я боюсь, точнее, главное, чтобы мне не туда было. Вопрос еще, куда она утекает. Туда мне или не туда? И даже если не туда, пойду ли я посмотреть, что там? Как пройдет встреча с Димоном? Как вообще выглядит тоннельная система изнутри? Почему ее не затопило за столько лет? Все это вы узнаете в следующем ролике. В нем мы с вами дойдем до грузового въезда, посмотрим на гейт с внешним миром, осмотрим некоторые вокзалы и различные выработки, а также дойдем до музейной части объекта. Так что до следующего видео. Всем пока-пока и не забывайте рассказывать обо мне друзьям. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok